Девушки отдыхают Предметов первой необходимости Не только в индийской семье Но, надеюсь, теперь и в каждой украинской семье Боже, я только сейчас увидела Какая у тебя красота на руке Это индийское украшение Это индийское украшение, которое женщины одевают Когда наряжаются куда-то Уптан это совсем не нарядный Такой прям какой-то у нас рецепт Это не там какой-то там красоты Это самый обычный Трудяшка, который трудится Каждый день, очищает Нашу кожу, как тело, так и лица Не нанося не то, что Никакого вреда, а наоборот Давая здоровье, гармонию Телу И уптаны можно делать очень легко Очень просто Они заменяют мыло, они заменяют Гель для душа, они заменяют скрабы Я гарантирую вам, что ваше тело Будет здорово, ваше тело Будет благоухать, вы будете себя Чувствовать бодрыми, красивыми Ты сказала уптаны, значит рецептура может быть разной, да? Да, рецептура может быть разной И ты, Надюш, тоже можешь творить свой уптан Какой тебе нравится Какой тебе, вот к чему у тебя лежит душа Вот сегодня я тебе предлагаю сделать Три самых простейших уптанчика И прежде чем мы приступим Я для себя уже усвоила, что это удивительное средство С помощью которого мы можем заменить практически Всю химию, которой обычно пользуемся Более того, уптан способствует тому, что кожа женщины становится очень молодой Когда я путешествовала по Индии, я обратила внимание на то, что У нас 70-80 лет, очень часто у людей уже кожа просто как изюмчик сморщенная А у индийских стариков кожа гладенькая, ровненькая, как персик Иногда вот смотришь, ну 30-летний человек И этим они обязаны тому, что они никогда не используют ни мыло Ни супердорогих кремов для душа, гелий для душа и так далее А пользуются вот такими рецептами Мы должны с тобой усвоить первый момент, что основой нашего уптана Всегда, любых трех Я тебе передаю бразды правления в твои руки Это овсянка или овсяная мука И глиной Можно брать глину белую, можно глину брать розовую, можно голубую, можно черную Та, которая тебе подходит Белая глина, например, является универсальной То есть это будут два основных составляющих для каждого из трех у нас уптанов Надюш, тебе необходимо взять в равных количествах овсянку и глину Я буду по две ложки брать А я пока расскажу Первый уптан мы готовим для кожи, которая страдает гнойничками, воспалениями, нечистая кожа, всевозможные высыпания Этот уптан поможет кожу очистить, снять воспаление Это ромашка Ромашка Обычная аптечная ромашка Но перемолота должна быть достаточно Должна быть Если вы используете уптан для тела, то можно перемолоть так меленько, но не очень сильно мучиться Но если вы используете уптан для кожи и ваша кожа еще очень тонкая, чувствительная Или вы моете, купаете Для кожи лица ты имеешь в виду Да, да И если вы купаете, например, деток маленьких, то тогда на кофемолке вы это перемалываете в самую-самую мелкую пыль И даже для маленьких деток вы можете просеять через сито Мы берем траву чабреца, тоже в равных пропорциях Это уже четвертая составляющая Он очищает великолепно кожу, он снимает воспаление Ароматный Ароматный И, наконец, мы возьмем подорожник Кстати, мы достаточно редко используем подорожник в тех рецептах, которые ты нам раскрываешь Да, но я не знаю, как ты, а я, например, ты же помнишь, в детском саду хорошо порезала палец Конечно Кровь течет, думаю, будут ругать Сильно и жестоко, и зеленкой мазать будут И мне дети говорили, быстро вот так вот, думаю, и подорожник приложи И с пальцем завернутым, с подорожником И через какое-то время листик мы снимали и видели, что ранка затягивает То есть это заживляющее действие, да? Да, подорожник обладает очень мощным заживляющим Мы разводим его водичкой, можно в ручки, можно в пиалочки До состояния густой каши Если кожа очень сухая, то можно добавить немножко молочка Мы берем эту пасту и руками даже не надо никакой мочалки, ничего Мы хорошо-хорошо растираем тело, моемся как надо, скрабируемся, смываем просто водичкой проточной И все, этого достаточно Это только первый из трех видов уптанов, которые ты сегодня нам раскроешь Напомни, для какого типа кожи? Это для кожи, которая склонна к воспалениям, высыпаниям, прищечкам и гныничкам К нечистой коже Следующий вариант у нас для женщин, которые борются за молодость и красоту Этот уптан, который помогает коже быть здоровой, молодой Уптан, который помогает бороться с морщинками Два компонента Первый компонент это ламинария Водоросли? Водоросли, достаточно пойти в аптеку И можно купить, есть в таблетках, есть ламинария сухая, есть водоросли японские Сейчас очень много и выбор огромный Поэтому любые водоросли очень полезны, просто вы берете сухие Есть, кстати, водоросли в таблетках Так вот, обычную ламинарию И снова так же, одинаковые пропорции всех составляющих Да, да Получается, что уптан это сухая смесь Как долго может храниться эта смесь трав и глины? Сколько угодно Главное, чтобы баночка была чистая, продезинфицирована, плотно закрыта крышкой И туда не попадала влага Поэтому влажной рукой, туда намыленной какой-нибудь, не надо лазить А так же мы добавляем липу Обычные цветы липы, тоже в равных количествах Липа так же помогает, такая молодительная трава Она является очень мощным антиоксидантом и так же способствует выработке коллагена Опять же таки, уже известный тебе Известный мне кто? Овсянка или глина? И овсянка, и глина А, и то, и другое Помнишь, мы с тобой говорили, что и овсянка, и глина являются просто основным составляющим Всегда Глина помогает вытянуть грязь, очистить кожу хорошо А овсянка очень мягко полирует и мягко очищает И овсянка обладает свойством мыла То есть овсяную муку, если мы добавили водичку, она начинает мылиться Поэтому достаточно мыться уптаном, не используя мыло Поскольку это антивозрастной уптан, то есть, наверное, смысл начинать эти процедуры с какого-то определенного возраста? Ну, да, начинать эти процедуры можно с 25 лет Как мужчины, так и женщины? Как мужчины, так и женщины, абсолютно верно И также липы и ламинария не стоят, например, использовать для маленьких деток или беременных женщин Потому что эти травы очень активны И для беременных женщин, для деток этого делать не нужно И у нас будет еще один, третий уже вид уптана На этот раз для кого? А этот вид уптана, он подходит также для всех, в том числе и для беременных и для маленьких деток То есть без ограничений? Без ограничений Единственное, что этот уптан хорошо использовать в качестве утреннего мыла Потому что он помогает взбодриться Ничего себе! Не надо этот уптан использовать вечером Потому что от его действия вы настолько взбодритесь, вы настолько проснетесь Что если вы будете это делать вечером, вы ухо будете спать То есть этот уптан можно использовать вместо утренней чашки кофе? Да, он действительно так работает здорово Значит, опять же таки, Надюш, даю тебе третью волшебную ложку Давай! Ты знаешь, что с этим нужно делать И снова туда войдет овсянка и глина? Да, как мы уже говорили, овсянка и глина являются в равных, все берем в равных пропорциях, являются основным составляющим А еще мы берем мяту, мелису, шалфей Ну, мята и мелиса, это же успокаивающие средства А ты говоришь, взбодрит? Нет, а для тела, по своей природе, это прохладные травы Все, что прохладное, все бодрит Мята, вот даже если ты понюхаешь, да? Мята, мелиса, то есть вот такой освежающий, ментоловый, да? Все ментоловое, все освежает И сейчас что ты добавила? И мелиса Мята, мелиса, шалфей Овсянка, глина? Да, шалфей обладает удивительной способностью тоже, вытягивает всю нехорошесть Шалфей помогает обеззараживать кожу и быть таким бактерицидным свойством обладает Пользоваться этим уптаном точно так же, как и двумя предыдущими Да Разбавлять водой, да? Водой делаем кашицу Температура воды важна? Просто тепленькая Этим средством можно пользоваться ежедневно? Ежедневно и даже 2-3 раза в день Итак, мы сегодня рассказали вам о трех уптанах Напоминаю, что в уптан входит как основа всегда Это овсяная мука или мелко перемолотые овсяные хлопья А также глина Лучше всего самой универсальной является белая глина в равных количествах А также вы выбираете любимые травы Вы мелко мелите подходящие травы на кофемолке, буквально в пыль И соединяете их с глиной и овсяной мукой Тщательно перемешивайте Закрывайте плотно крышку в банку И когда вы идете в душ, моетесь, купаетесь, а также моете всю свою семью Просто в пиалочке Разводите вашу травку теплой водой И используйте ее вместо мыла, скраба или геля для душа Редактор субтитров А.Семкин